Добро пожаловать в мальчишки и девчонки, с вами ваша законная имперская девочка-волшебница Невермор, и возвращаемся на нашу островную базу, хотя скоро, очень скоро она полетит в космос, друзья мои. Вы уже глаза и можете наблюдать, как она изменилась, как отбрасывается старая, нетехнологичная коралловая, и как возникает новая, космическая, способная к межзвездному перелёту. Не спеша, не полным проектом, берясь тут за одно тело-то за другое, началась вырисовочка ещё одной ветви города, но гораздо важнее основная центральная часть её наполнения. Один из корабельных реакторов, дающих огромную выработку в 10 тысяч ватт, и ещё два новых щитовых генератора, что мы заложили в прошлом эпизоде. Теперь наш остров можно накрыть вообще полностью, запитав все три щита, и никто никогда не высадится внутри красных линий. Мы же будем спокойны и безопасны, хотя есть и маленькая проблемка. Её видно, наверное, даже с орбиты, это сияние, поскольку даже четырёх плазменных выхлопов не хватает для того, чтобы отвлечить три генератора. Два ещё можно, но три уже с большим трудом. Впрочем, и на это потихонечку, но прокладываются будущие выводные каналы. Чуть позже, ближе ко взлёту города, когда мы освободим некоторые стены, мы добавим ещё несколько выхлопов, но это будет потом. Пока что такое количество щитов нам даже не особо нужно. При желании можно даже двумя скомпенсировать. Нас же больше волнует другое. И нет, ни в коем случае не то множество сообщений, что где-то у нас в храмовом комплексе не посчитаются отдельные реликвии. Какое-то время эти сообщения будут возникать. По одной простой причине. Храм потихонечку тоже перестраивается, заменяя свои базовые стены на более продвинутые космические шлюзовые. Не спеша, но и храм весь переедет, как в сохранилище наших героев, чуть-чуть севернее. Но пока что, пока что к нам приходит налёт роя механоидов. Хотя, опять же, не туда, куда они хотели бы сойти. Всего лишь старый разрушенный город, разобранный и перебранный. Так бы города-то не осталось. Так что заходы этих тессеронов, легионеров и даже двух механических идеалов ничто нам. Если, конечно же, они не умеют открывать звёздные врата. Но на этот случай свои мы, наверное, притворим. Ах да, мы их уже притворили. В избежание неприятных неприятностей. Гораздо важнее для нас другой факт. И это не растерянность Кирика и незатворчество Бориса. Гораздо важнее, что мы поймали сигнал. Довольно интересный сигнал с просьбой о помощи. Из того, что удалось разобрать из прерывающейся передачи, Лием, который стоял на радио в этот момент, узнал, что на кого-то напали пираты. На кого-то космического. Произошло столкновение. Но тут этот сигнал оборвался совсем. Зато яркая красно-огненная стрела вырочертила небеса. Похоже, недалеко от нас упал корабль. И неплохо было бы проверить, а не затонул ли он там. Тем более, что это место. Это малая песчаная коса в плане предела действия наших звёздных врат, наших капсул и, что важнее, нашего шаттла. Уж немногие заметят изменения. Конечно, это стоило огромное число ресурсов. Но, как и планировали, мы сделали его несколько более безопасным и гораздо более грузоподъёмным. Четыре пассажира. Встроенный бортовой автодок. Мало генератора щита. И то, мало лишь потому, что большой, при всех его плюсах, отнимает 500 ленинг с грузоподъёмности. Ну и конечно же, конечно же, реактивная нано-броня. Да, поскольку экзотической материи мы так и не нашли, и более продвинутых вещей с архотехникой мы ещё сделать не можем. Увеличение грузоподъёмности за счёт разного рода обхода законов физики и говорить не стоит. Что смогли, то сделали. Дальше только фантастикой древней технологии. Но так-то скажем, Лиэм, как пилот, и несколько его помощников. Ну лучше всего те, которые разбираются в науке ремеслея. То есть обязательно Брэн, Вон и, допустим, Лузер. Пускай без катафрактной брони, но тем не менее весьма и весьма продвинутая и вооружена. Сенсоры же показывают, что механоиды в свою очередь идут на штурм. Но куда же они будут штурмовать? От силы разрушат звёздные врата, но не более того. Даже они почему-то игнорируют эту технологию. Но разрушение самого города нам ни о чём. По сути, эти механические существа поняли, что сюда-то им не пробиться. Здесь-то их не ждёт вообще ничего хорошего. И оставшиеся на берегу, но так и не раздобранные их сообразия, там только подтверждение. Да-да, дамы и господа, мы настолько богаты, настолько избыточны ресурсами, что мы даже механоидов не разгораем. Зачем, если на соседнем, буквально в острове, на жучек через звёздные врата пройти, мы выгребли такое количество стали и такое количество древних компонентов, что до сих пор не можем их от звёздных врата отнести. В любом случае, погрузка завершена, и мы можем отправляться. Чуть севернее. Хотя не только туда, мы потом залетим. А там и действительно. Уж упал так упал. И явно побольше корвета. Возможно фрегата, может и ещё что посильнее. Огромное-преогромное сооружение. До сих пор светящееся от вторичных детонаций. И, конечно же, не успеваем мы заземлиться. Бортовые сенсоры получают сигнал. Механоиды сюда тоже рвутся. Механоиды тоже мечтают забрать то, что здесь можно найти. Но, а найти тут есть что. Про отдельно рабочие атомные двигатели можно сказать. Но такую бандуру пойди ещё перевези. Про малые реактивные сопла для коррекции навигации Остаётся сказать то же самое. Слишком крепко они встроены в броню. Слишком вбурованы они все на кораблях. Но внутри сети судна лишь грусть и печаль. Судно дырявое. И то, что видно через проехи в броне, совершенно не радует. Скорее всего, ни одного живого. Хотя... Хотя местами вполне видно турели. Мощные орудия. До которых вон в своих измышлениях пока что не дошёл. Что же, это лакомый кусочек, за который стоит подраться. И, пожалуй, мы за него подерёмся. По крайней мере, настолько, насколько позволит нам защита щитовая корабля. Но механоиды же. Считанные часы им нужны, чтобы сюда добраться. Пожалуй, вполне достаточно, чтобы Лиму немножко продолбать один отсек. Смотрите, есть ли там что-то интересное. Шлюзы шлюзами. Но тут лучше не рисковать. Хотя первый же отсек не радует, а остальные не радуют ещё больше. Пламя пожаров пробивается изнутри. Определённо ничего хорошего там не осталось. И действительно, первый же отсек встречает его температурой 290 градусов. Ну а тело бедняги-пилота уже объято страшным пламенем. Тем ужаснее, что встроенные сенсоры шлема показывают, что у неё было детоксинсирующее лёгкое. Как раз такое, какое нужно самому Лиму. Но вот беда и печаль. Нам оно пока что не достанется. С другой стороны, там же и торпедный аппарат. Не самая плохая штучка. Да ещё и заряжена активными торпедами. Но бортовые турели тоже поражают своей целостностью. Опять же, слегка большие, чтобы их перенести. Но вполне достаточно, чтобы их разобрать. Да и за стен корабля тоже можно пытаться что-то добыть. Мало ли, где завалялся продвинутый кабанят другой. Ну или ту же пласталь. Тоже пласталь тоже не будет лишней. В любом случае, пожары со временем прогорают. Механоиды пока что не набегают. Так что вполне можно продолжить исследования. Причём всем коллективом и всей командой. Но повреждения слишком обширны. Слишком ужасна нудренность. Слишком мало ценности захоронилось. Обожжённый скафандр. Но когда фрагментная броня держит вагу не хуже, по заберениям вона. А выковыривать остатки тела из этого скафандра не самая лучшая идея. К ужасу из Т-До мы идём. Все пилоты этого места погибли. Хотя кое-что одних всё же мы сохранили. Два неплохих энергокопья. Довольно классическое и удобное оружие. Лишним точно не будет. Да и отек для шаттла пускай не содержит летательного аппарата. Да оно и не удивительно. При таком падении маленький шаттли просто разбился бы. Ну вот сам отсек. О, мы помним сколько ресурсов выходит на его постройку. Три продвинутых компонента и заправка уронового топлива. Ведь с этим топливом, да с нашим шаттликом мы на орбиту подняться можем. Ну а там ещё один тормедный аппарат. Просто интерес угля. Вон как больше специалист разберёт его сразу же. А мы же проверим двигательный отсек. Это и от святых этого места. Как видим к ужасу и разочарованию. Надежда найти что-то хорошее. Надежда поживиться. Рабочими приборами оборачиваться прахом. Только компоненты это максимум что мы доводим. Ну и немножко торпед. И то с ними нужно действовать очень осторожно. Мало ли где детонируют. С другой стороны двигатель гораздо более продуктивен. Более 200 единиц стандартного топлива. Отвинутый обычный компонент и пласталь. Определённо полёт сюда совершенно не был зряшным. Но поскольку механоиды не торопятся доплывать до этого маленького острова. А возможно просто потеряли координаты. Основная масса отдохнёт. А Ягс продолжит исследование. И найдёт скажем вакуумный саркофаг криптосна. Но пустой. Да безобразие пустой. Ведь бедняга Колин. Как написано на его бирке на скафандре. Пытался до него добраться. Пытался спастись в этом гиперкомпенсаторе. Но просто не успел. Ещё один такой же встречает нас ближе к носу корабля. И всё так же пуст. Похоже что пираты которые напали на корабль застали его врасплох. Больше нечесть команды или спала. Или просто была неспособна набораться до места его акты. Никто не спасся. Каюты абсолютно пустые. Даже обломков мебель практически не сохранилось. Центральный же мостик. Это даже мостиком назвать теперь нельзя. Приборы и консоли просто сплавились с окружающими стенами и полом. Как жаль. Никогда гордый корабль. И такая невзрачная и неприятная кончина. Ещё немного дальше и последний отсек открывает последнюю свою тайну. Но нигде. Нигде ни в одном из них не следа жизни. И не следа чего-то ценного. Один аккумулятор корабельный. Это всё что мы сможем отсюда снять и забрать с собой. Не более того. Но остальное пойдёт только под разборку на базовые составляющие материала. Этот корабль погиб. Но наш сделает из него выводы. И будет больше, лучше, красивее и сильнее. Как минимум мы уже сильнее с тремя корабельными генераторами щита. А там можем стать ещё сильнее с нашей маленькой новой разработкой. Вонометрический генератор. Да-да, тот самый, что Орбон разработал. Но для которого не хватало маленькой вонометрической механоидной ячейки. По счастью, такую удалось найти в одном из упавших кластеров механоидов. И тем лучше будет установить это как резервный источник питания. В северном крыле нашего города. Дабы не складывать все яйца метафорически в одну корзину. Но спокойно дожить не дают, конечно же. Тот же город, где до сих пор бродит механоида. И колору пока что для нас закрыт. Приходит налёт из какой-то местной фракции в АЕ. Ферички занимательны глупой, стоит сказать. Но похоже, они просто среагировали на какую-то местную активность. И решили, что их осад решит любую проблему. Глупое, крайне глупое решение. Глупое, крайне глупое решение. Как видим, ничтожные свои животные глупостью в массе своей они имеют замечательный успех. Два механических дьявола не выдержали их набора. Но остальное нас просто не интересует. Ведь гораздо веселее наблюдать за разборкой, которая как раз сейчас происходит. Другое дело, что механоиды всё же решили починить на своём присутствии. Гораздо позже, чем их ожидали, прямо скажем. Но решили. Так что у вас стоит только отбиваться. Ну как отбиваться? Осадой это не назовёшь. Один большой, страшный, но теме и не особо опасный Центурион. Парочка уланов и парочка малых боевых дронов. Скорее разведотряд, чем что-то реально опасное. Ну а встретим их среди обломков. Обеда явно будет на нашей стороне. Тем более, что мы вполне можем проложить им путь и немножечко спровоцировать. Продолжение следует... Лузер с миниганом от определённого очень страшная сила. Даже если по ней иногда попадают. И немножко задевают в торс. Лузер привычно, лузер справится. И не такое переживал о первом сезоне, кто помнит. Новее место заступит Брэн с лазерным копьём и продолжит операцию. Ну то, конечно же, легионер Центурион обладает мощным щитом. Ну и есть такая маленькая промашечка в его тактике. Когда все остальные тоже под щитом. Это абсолютно ничего не значит. И не даст никакой пользы. Хотя тут особо переживать не о чем. Отбились и продолжают разборку судна. Ну а дома же в то время тоже всё идёт своим чередом. И мы вспомним те технологии, которые уже освоил вон в плане космического же путешествия. А там, оууу. Он уже взял заполётные сенсоры. Само собой освоив и глубинные сканеры, и сканеры минералов дальнего действия. И это нам очень пригодится. Как мы уже упоминали, ресурсный остров даёт нам много стали. Очень много стали. И количество измеряется в тысячах. Это мы ещё не всё добыли. Но база маленькая, концентрическая, круговая потихонечку строится. Стеночка здесь, стеночка там. Добыча ресурса. Производство камня. И как видим, это более капитальный, явно не коралловый остров. Так что здесь в глубинах может что-то и быть. Настолько вероятно, что можно будет установить сюда маленький глубинный сканер. Но после того, как всё добудем. А здесь его очень много. Откровенно говоря, очень и очень много. Возвращаясь к технологиям. Корабельного класса силовая броня тоже нам доступна. И такого же класса силовой шлем. Но это как бы не к спеху. Вот что к спеху, это полностью освоенные технологии шаттлов. И тяжёлый, и супертяжёлый. Который, пожалуй, и станет нашим проектом сейчас. Пока что без новой посадочной площадки. Таковая будет, но планируется в юго-восточной ветке нашего будущего города. Но вот сам шаттл. Супертяжёлый. Способный на орбитальный и супербитальный полёт. Заряжаемый, само собой, тоже уранами и стержнями. Как раз такими, как тянет Кирика. Но гораздо, гораздо, гораздо более вместительный. И вон наши ремесленники и строители попытаются изобразить. Благо, что пласталю мы потихонечку приторговываем. А серебришко на новой партии у нас тоже есть. Тем более про торговлю, друзья мои. Не обращая внимания на брушение крыши. Всё там же, на разборке чужого корабля. Заметим, что торговлю мы получили не только пласталь. Да, приличное количество, но и ещё кое-что. Продвинутый голодек. Вершина мастерства искусственного голопроектора. Создающего, ну разного рода просто симуляции. Развлекательные, само собой. А местами ещё и обучающие. И, конечно же, конечно же, перекрывающие нужду наших поселенцев. В разного рода культурном отдыхе. Последнее время, в силу нашей, прямо скажем, силы. Возникли некоторые трения и разногласия. Не говорим про злого бунта. Ведь бунт против императора дело немыслимо. Это здесь, и все ему верны. Но некоторые напряжённые чувства всё же есть. С этим новым прибором, возможно, дело пойдёт на лад. И нервных срывов хоть немножечко, но станет поменьше. Многих может удивлять, само собой. Такие комфортные условия, такая вкусная еда. Откуда же нервные срывы? Но тут удивляться они стоят. Отдалённая планета. Постоянная опасность. Пускай из-под спудна, но эти тяготы жизни всё же имеют своё влияние. Но возвращаясь же к вопросу всего найденного. И тех ресурсов, что уже добыто. И отсюда на одном маленьком шаттле за раз не увести. Да и крупный не факт, что справится. Как минимум, это место заслуживает того, чтобы мы временно, повторюсь, временно, хотя бы для переброски ресурсов, установили здесь звёздные врата. Но уж недостающие компоненты и всё остальное, комля заканчивает загружать нужные капсулы. Еда, вода, песчаный пляжик и необходимые ресурсы для работы. Чего ещё желать-то? Например, отсутствие механоидов. Ну разве это нападение? Мелкие неприятности, с которыми легко справиться. Бедняжка-лузер всё так же продолжает оправдывать своё имя. Но ей в первом сезоне не особо везло. Здесь так тем более. Если что, в первом рейсе можно отправиться домой. Но кто-то на разборке быстренько её подменит. Видим, для настоящей профи своего дела, да ещё и с обнажением ресурсами. Нет ничего невозможного. Маленькая бунгало есть, маленькие полочки есть. Столик-столик и шахматная доска тоже есть. Звёздные врата само собой доступны. Ещё бы механоиды не приходили бы каждые 24 часа, было бы вообще идеально. Но чем-то приходится жертвовать. Но это, по сути, ненадолго. Ведь корабль, как видим, разбирается, разбирается, разбирается. И вскоре следов от него вообще не останется здесь. Пожалуй, на маленький налёт четырёх нецов вообще не стоило обращать внимания. Но мы обратим. Исключительно для целостности картины. Как видим, практика ещё раз показала, что лузер с миниганом это очень страшная сила. Но мы получили сверху ещё и шесть обычных компонентов. Малое количество, но и то честно заработанное. Ну а ещё через пару денёчков от корабля не остаётся вообще ничего. Кроме ценных ресурсов, конечно же, и горы каменных обломков, которые неизвестно как попали на корпус при очень жутком приземлении. Стой сказать, наших разборчиков чуть не завалило, но не завалило же. Так что всё записано себе в плюс. Более тысячи дней спластали. Видано ли дело? И главное, хватит на огромную часть корпуса нашего корабля. Где на каждую требуется-то всего три штучки. А уж про супертяжёлые шаттлы говорить нечего. Там больше сталь обычная идёт. Ну и компоненты продвинутые. Куда ж без них. Уже к вечеру того же дня, к прибытию более мощной ударной губировки, практически все ресурсы упакованы, собраны и готовы к переноске. Ну а то, что там какой-то несчастный термит со своей охраной, ровно всё-то ни на что не влияет. Они себя раньше поломают, чем до нас доберутся. Как мы и говорили, лузер, мини-ган. Какой там термит, о чём вы? Ну остальное тем более не проблема. Да и до следующего налёта роя мы тоже задержаться не будем. Куча урановых компонентов, куча продвинутых, что уже покрыло потребности на постройку Звёздных Врат. Неизвестно откуда взявлюсь окоши человека. И тут прямо диву даёшься, где же она взялась-то. И куда исчезли погибшие космонавты. Множество стали, урана и само собой пластали. Основной необходимый нам ресурс. Да и всякого прочего по мелочи. Как раз же то всё близенько. Забросил, забросил, забросил одно за другим. И отправился дальше. Лузер, Аякс и Брэйн отправляются домой. Быстрым, удобным способом. Ну а Лим и Вон, для них есть маленькая заданница. Само собой, после разборки этого Звёздного Коридора. Не все ресурсы отдаются вернуть, но оно и неудивительно. Их что сможем, заберём с собой. По крайней мере, из более ценных вещей. А вот они-то. Вот они-то слетают кое-куда. Чуть южнее. В одно из поселений. Несколько надоевшего и обнаглевшего вирусного братства. Казалось бы, простые пираты. Но они посмели прибываться к нашим берегам. Они посмели атаковать нас. Они посмели не проявлять нам уважения, которого заслуживает наш император. Глупцы думают, что заняв город древних, они стали представлять собой какую-то силу. О нет, ни в коем случае. Они всего лишь ничтожества, которые скоро будут покараны за свою наглость. Причём, ни в коей мере, не силами самого шаттла. О нет, Ли прилетел сюда не для того. Он прибыл, чтобы лично лицезреть, как его кара обрушится на неверных. Но само возмездие в этот раз свершит кэмп. Ему выпала честь стать за родильный пульт. И ему выпала честь управлять... Ах да! Уже двумя ядерными ракетами. Как видим, в силу нового гидропоник. Но рисовое поле нам не особо нужно. Так что такое шикарное забрядное место. Мы определили под хранилище ещё одной тактической боеголовки. Именно он запустит её карающую длайн на этих глупых нечестивцев. Да-да, вирусное братство как будто почувствовало неприятности. Додесантирует подкрепление. Но что такое подкрепление, друзья мои? Что оно даст? Шахта уже открыта. И кузов проложит. Абсолютная тяжёлая ядерная неотвратимость. Которую император желает лично лицедреть. И вот она, эта красота. Оно, конечно, немножко и шаттл повредило. Но оно удивительно, такая взрывная волна. Но от этого города бандитов не осталось вообще ничего. И даже небольшая доза радиации. Лёгкая цена. За то, чтобы увидеть такое чудо воочию. Из всех, из всего города, вышел только один. Некто по имени Стивен, что укрылся за блоками скал. Его мы даже трогать не будем. Ему уж точно будет что рассказать. Если он, кажется, выберется из этого радиоактивного ада. Что же до щитов на шаттле, то заметим, что они справились просто идеально. Даже мощная ядерная ракета. И та, пускай, перегрузила, но выполняла свою функцию. Ну а мы же на этом мгновении триумфа, на этом пике нашего истинного имперского могущества, сделаем маленькую паузу. За которую Ли ему вон вернутся домой и продолжат постройки и разработки. Ну а я традиционно напомню по нашей телеграм-дискорду ВКонтакт. Ссылочки на которые всё так же можно найти под видео в описании. Теперь же, друзья, всем удачи и до встречи. Но увидимся мы уже немножко попозже. И там наш город опять будет ещё немножко ближе к подъёму в космос. А ядерная мощь, возможно, тоже несколько возрастёт. Продолжение следует...